здрасте дорогие мои сегодня у нас 24 я смотрим минус 14 время у нас уже почти два часа с утра пораньше я корма насыпал водички давал короче ли только открыл поехал больницу недавно приехал голубят не почистил ну и вот в обязательном порядке ролик снимаю значит дорогие мои это вот та голубка который вот последний раз оперировал я если вы помните я говорил ну я его отсадил вчерашном ролике я показывал у него помет было жидкое я говорил что жидкий но это пройдет пройдет не за того что я даю там этот лекарство или то другое нет кроме чем винилина обрабатывать рано больше ничего жидкий потому что на фоне стресса значит это вот второй пескунчик который отсадил я бы его сразу бою брал под ну почему я его не убрал глаз положено что ж такой выхры поймаешь так ну вот видите один глазу не блестит второй глаз не блестит сейчас уже тоже начал блестить но еще денек посидеть посмотрю это пишет кончик еще пищи там пишет не перестал ну как говорится до горит лучше не дабы сделать чем перебызди дагид береженого бог бережет я лучше отсажу посмотрю будет нормально потом пушу голубя дни будет ненормально уберу ну там у меня там у меня двера то есть не дверь открыта ли только открытая голуби на свободе не знаю кто летит кто не летит он и пищалки на улице ну это чуть попозже поскольку холодно сейчас зайдем голубят не еще раз пока зовите вода суда стекла пакет стоит выше сантиметров ну тут сколько метр на 60 открытые этот пространство но плюс этого еще у меня круглосуточный зимой и летом работает вытяжка вентилятор принудительно ну свет видите не горит до сейчас или это да так теперь значит дорогие мы начнем все по порядку сегодня у нас она вчера у нас вот алексей 150 рублей перевел сегодня максим 500 рублей перевел олег перевел я понимаете когда в ютубе пишите я знаю кто такой да там но здесь я не могу ну максим а кто не знаю ну явно из подписчиков из тех ребят которые на поддержку как он и написано поддержку канала так что дорогие мои огромное спасибо я скуднеет рука отдающего а также жизни дорогие мои понимаете какой-то настырным не был каким бы настырным не был каким-то там боевым не было каким-то упорным не было понимаете дорогие мои невозможно всю жизнь стоять на одной ноге всегда необходимо две ноги чтобы стоять на одной ноге долго не постоишь но семь лет я на одной ноге простоял понимаете ну и есть такая хорошая поговорка договорить не иметь 100 рублей а иметь 100 друзей теперь почитаем комментарии которые люди пишут кстати сегодняшний комментарий мне очень понравились александр доброго времени суток гагик смотрю подписан регулярно стараясь гонять и разве это радоваться держи я бабочки николаевской но это вопрос 55 лет не слышал про них бабочка да суть дела в другом содержание гон если птица летит значит она здорово а лекарственные препараты это лекарства которых сейчас никогда не слышали никакой химии ни мои предки ни кто-то другой не лечили про мандариново апельсиновой горки с детства помню дома сушеные были всегда просто ложили период гриппа отец разрезал луковицы и раз раскладывал в разных местах на два-три дня затем выбрасывали я хочу сказать про себя голубям даю шкурки пропустив их через блендер и нас на это настояв на теплой воде два дня чеснок тоже две головки на 10 литров и настояв на это да два-три дня это от глистов которых я не вижу это да от слова совсем голуби воргуют и летят поют про минералку и другие не говорю у меня лично просьба к тебе не бросай делать добрые дела тебя зачтется по поводу денег того дело добровольное спасибо миру мир голубям небо и без потерь ну честно говоря лед уже тронулся но как люди уже откликнулись за то что делитесь тоже советами это конечно очень хорошо вот на другой боку на моем месте на чем-то прокипятить зачем то другое дело на спирту настойка это на круглый год это да там ну у каждого своими можно и так можно и помочь кстати можно и информации если кто разбирается в монетизации расстройки блогера сведитесь помогите этом в этом направлении добрый день мне кажется из подписчиков подписчиков кто хотя бы периодически заходит на канал и смотрит практически совета должен быть честно прежде всего перед самим собой и благодарить автора по мере возможности почему-то я уверен что нужно заставила автора записывать такие ролики все таки видно что человек первую очередь стремится популяризировать ну я могу другое сказать дорогой мой максим ты еще молодой надеюсь но не дать познавать эти вещи ну рано или поздно все равно жизнь хуже всего хуже всего хуже всего когда счета грозит не тебе а твоим близким близким то есть ну как сказать допустим вот так вот ребенок болеет или что-то случился ногу сломал руку сломал вот лучше бы у нас было вот это все да вот этот боль видите чем видеть мучение наших родных и близких вот если еще такое ну по поводу того понимаете дружба она односторонной не бывает дружба всегда бывает двусторонной односторонная дружба это не дружба то есть всегда у дружбы есть два конца да там один друг дружит это да и поэтому есть фраза такая не иметь сто рублей а иметь сто друзей ну время все покажет имеем мы сто друзей или не имеем мы сто друзей ведь очень часто нам кажется что мы имеем друзей а в деле при проверке оказывается что это просто нахлебники а не друзья такой тоже бывает так здесь по моему пескунчик у него вышел и замерз да откинул он вот вот гнездо плохо собирает дурачина этот надо чтоб хорошие гнезда собирали есть голубки которые четкие собирают и вот так попадают это да так значит сейчас на этих двух отвечу так дорогие мои ну сейчас еще одну почитаю значит Константин пишет по моему тоже поддержку отправил доброго дня Гаги Комна и учиться на чужих ошибках ты методом продавья ошибок добился результата делишься опытом экономишь время других людей предостерегая их ошибок при этом тратя свое время вот смотрите дорогие мои в последних двух роликах я делал операцию двум голубкам значит одну голубку вот эту я сразу кинул голубяки и при том она сидела на яйцах то есть как бы она более слабая была а вторую голубку которая не сидела на яйцах это порвал хищник порвала когтями безобразно здесь я поставил более 26 там намного меньше но эту голубку я поставил здесь это да окинул голубятни от того это да почему потому что у этой голубки стрессы было мгновенное то есть копчик за секунду ее разорвал и ушел она даже не почувствовала это стресс понимаете ну скажем так да допустим вот представьте взяли топором отрубили палец потоком больно почувствовали и потом взяли ножовкой пилит ваш палец ну вы же можете даже в обморок упасть понимаете то есть ну эти вещи вы должны через это проходить понимаете чтобы понимать и не один раз это называется опыт и не каждый может обращать внимание на это вот элементарно это вот белокрылый голубь вот тут сидят два птенца от него от него да вот белый пескун птенец сейчас я вот так поставлю вот белый птенец не жилец зима не выживет а вот темный выживет понимаете вот темный выживет хотя у обоих сейчас я просто потяну посмотрите у обоих клюв закрыт то есть нету не задыхаются но если мы внимательно внимательно посмотрим при это да когда дышит ну скажем так белый как машина работает перебой а у того плавно как шестисотый Мерседес работает то есть у того то Халка будет лучше даже если и хищник не заберет никогда этот белый не покажет то результаты которые просто то есть на данный момент потом может произойти другое потом может тот заболеть хлеш и это да и погибнуть то есть все вот это ну не спроста приходится не просто приходится не так вы ни в одной книжке ни в одном фильме ну где нигде вы этого не это да не найдете не поймете это только опыт 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 и подсказка опытных голубятников ведь понимаете как это элементарно да вот сидите учите ребенка математику там или что то да в общем вот он сидит при вас там ну вы направляете ребенок т т т т там решает задач ему кажется что он без вас уже без проблем в это да будет решать любые задачи ведь ладно давай самостоятельно и тут же он уходит штопор не может решать да но стоит малейшая подсказка и он начинает опять то же самое делать точно так же в работе кто-то там плечу кладет кто-то машина ремонтирует кто-то так вы стоите смотрите вам кажется что фу расплюнул а что там делать да я без проблем все вот это делаю но из тысячи единицы которые могут это делать понимаете девятьсот девяносто девять процентов не могут делать им кажется что они могут но когда уже без мастера начинают делать то болт порвали то там сорвали то тут то тут понимаете все вот этот опыт не то что годами десятилетиями приходит и не каждому она приходит поверьте многие говорят я там сорок лет пятьдесят лет держу голубей ну и что дальше я все время говорю мой отец сорок лет доработал водителем ну никогда не знал где что в машине находится я когда ему задавал он говорит слышь я на нем деньги зарабатываю на хрена мне эту машину ремонтируют он ест слесаря пусто они и делают а другой да ты чё я там сорок лет езжу понимаете надо уметь еще честно признаться но не каждый это может делать значит сейчас отвечу ну ответил да со стороны шахматы легче играть ну кто шахматы играет они прекрасно знают да когда со стороны смотришь играет грузмастер у тебя кажется блин ну какие ж они тупые ну вы ж какие тупые и я то там без проблем сейчас то делал это делал ну когда садишься уже это да да и дорогие мои вот смотрите вот тут раз сообщение ксения два сообщения да значит он тут очень долгий да три четыре там максим еще верно говорят вам ваши друзья утро начинается с кофе вашего ролика я у кого-то а у кого-то нет голубей только пока а у нету я наверное из тех у кого нет голубей только пока мечтаю иметь птицу пока в действии смотрю каждый день и только смотрю задаю вопросы и получаю на них ответы благодаря вам эта мечта еще живет я писал работа связана с командировками не решаясь брать но двигаюсь в этом направлении надеюсь в этом году поставлю голубятни и это только благодаря вашим роликам и роликам Михаила Гаврилова подписан там миромир голубя неба всем добра души желаю дорогой что ты поскорее поставил сейчас отвечу да и как вы поняли имя Михаила Гаврила упоминается частенько это очень очень хорошо потому что этот человек особенно что касается ястребов очень многим глаза открыл почему потому что понимаете на моим голубей ястреб даже не пытается атаковать даже не пытается здесь работает сапсан или этот балоба ну что и многих такое да если там сапсан не может брать то ястреб может брать почему потому что ведь с линокамской птицы стаклы они именно от сапсана уходят от ястреба не уходят но именно Миша Гаврилов многим открыл глаза потому что ну на это да на тех голубей этот ястреб птицерятник идет курацап ястреб птицерятников курацапом называют не голубецап а курацап теперь смотрите дорогие мои значит вот этот вот это комментарий было два месяца тому назад написано да это все прекрасно но видео длинные воды много голубятник грязный ну помнят это комментарии Миша тоже очень хорошо помнит в общем да и вот этот этот же человек несколько читили сразу комментарии пишет мне в общем но прежде чем я хочу извиниться перед этим это да то есть перед ребенком особенно ребенком женского пола понимаете ну я просто не знал что пишет писала она грамотно конечно все четко в общем даже и не скажет что это пишет ребенок поэтому как говорится да говорит опытная лиса двумя лапами капкан попадает мы тоже иногда попадаем в капкан то есть совершаем мы ошибки но главное что мы умеем еще признать свои ошибки почему потому что ну детей нельзя это да обижать хочу случай одну рассказывать значит ну советское время домушники работали по этим по тюлям по занавесим это да по шторам квартира ну видели в какой квартире шикарные шторы там тюли витят ну значит богатые квартиры и выносили ну вот в один прекрасный день заходит домой дом пустой сидит ребенок начинает дома ничего нету ну спрашивает ребенка чё как в общем да вот папка умерла мама пошла там это да на сорок дней на что-то там занимать деньги чтобы эти помини как бы да там а шторы да это где там подарили говорит этот кто-то из родственников говорит повесила она это да там на окна ну домушники воры снимают деньги это было реально случай почему очень часто говорят что да никогда это да преступники не поступит так как мусора то есть они никогда последнего не отнимут я не призываю всем там сейчас скажет он рекламировать преступный мир да я просто констатирую факты у каждого у нас в голове мозги это да на плечах голова в нем мозги да и вот эти ребята снимают деньги отдают ребенку это вот на на память папу маме отдашь и этой суки говорит скажи чтобы она эти шторы сняла чтобы другие тоже не ошиблись то есть бывает такое что даже опытные домушники ошиблись зашли да и мы то же самое но все как мой покойный отец говорил говорит лошадь на четырех ногах и то спотыкается а человек на двух имеет право да теперь значит читаем что человек пишет дальше значит ага да всякое бывает нам гонярщикам часто надо кого-то спасать лечить жалеть опушить удачи благодарю значит вот мне 15 за два года содержания я сама лично убедилась в том что бьет сокол только тех голубей которые в детстве чем-то болели то есть слабых удачи вам приправа здравствуйте дядя Гагик умоляю вас ответьте на мой вопрос мне 15 держу два года завела бакинцев за год содержание поняла бакинца не моя птица решила перейти на спортивных с ними проблем не так много а у меня опыта нет и ястреб всех моих перебет значит дорогая моя Ксения самая сложная птица это как раз и есть спортивная птица просто спортивную птицу так испортили на такси привозят на рынок и на такси увозят с рынка понимаете но это неправильно да значит так что с этой птицей очень сложно работать его постоянно надо вывозить это да там и цвет спортивной птицы белые спортивные это декорация это красота это декорация настоящая сезария это и есть спортивная птица многим может это не понравится это мое личное мнение да с ними проблем не так много а у меня опыта нет и ястреб всех моих перебет для бакинцев и вообще всех гонных пород нужна жесткая вопраковка ястребом надо много голубей а по кармам немного того так ну насчет надо много голубей не надо много голубей надо хороших голубей сильных голубей вот как в дружбе да не надо иметь сто пятьдесят триста там тысячи знакомых надо иметь одного-двух друзей и тогда вы горе не будете знать не путайте друзей знакомым да то есть количество голубей с настоящими голубями там сильными голубями да значит покормить банду сорок штук и знать что то что часть молодых слабых уйдет сокола на обед очень неэкономно так значит одна самая самая большая ошибка наших голубятников дорогие мои голубеводство это хобби это хобби понимаете хобби не может быть экономным хобби не может быть это как вам сказать доходчиво понимаете он не может быть вот мы едем на рыбалку вот тратим хрен его знает сколько денег сто двести триста и ну раз там черти куда край света едем в общем тратишь там пять тысяч ловишь на сто рублей рыбу ну где она экономит сам процесс сам кайф вот она твоя экономия то есть не путайте если вы будете считать деньги деньги голубеводство это две совершенно разные противоположные вещи понимаете противоположные то же самое с аквариумом у меня там был водитель значит купил дискуссов это девяностых годов короче отдал тысячу долларов купил пару дискуссов по пятьсот долларов за каждого с красноармейского района красноармейский пятьдесят километров от Малгавета да от моего дома ну пока приехали сюда доехали до дому обе рыбки сдохли хи 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 и он тридцать лет после этого топашки каждый раз напоминал снял говорит штуку бакса вандал короче кинул собаке и даже собака не села понимаете это хобби но кто держит дискуссов это да кто там держал держит дискуссов они знают что за нежная рыбка и настолько она дорогая понимаете а самое интересное его практически невозможно разводить единица это да говорю место у которых удается разводить эту рыбу понимаете но нельзя считать деньгами нельзя мерить это вам не собаки не это да да даже хороших собак это не корова это не курица это голуби в общем здесь про экономию не приходится говорить здесь вы всегда будете по по до 7 запоминайте это да значит сокола на обед а по поводу сокола на обед если хотите что ваша птица была здоровым как говорится да там налог налог за небо надо платить придется платить по-другому никак так значит помимо голубей у нас козы куры нет возможности кормить много птиц тем более что-то что-то половину затрат уйдет на сапсана ну по делу у меня были серые почтари а я люблю белых купили мы белых заочно по маршрутке переняли хозяин сказал что отсылает пару старых и пару старых и 4 пескуна но приехали 4 пескуна один старый голубь по виду ему уже года 3 и голубка молодая 23 года так вот значит моя хорошая вот по виду сколько этому голубь и вот этому голубь видите вот по виду вот кому сколько вот этому 2 года этому 20 лет чем они друг от друга отличаются это не люди вот это старый чей ему уже лет 20 этому ну второй год там года два это от кофейного да ну два года ему практически одинаковые по внешности голуби невозможно говорить сколько ему лет ну если на кольцах написано когда родились да вы можете сказать что это такого-то года значит не кольцованные и самое страшное они спортивные короче этот не пара а два разных голубя ну ладно я их два месяца паровала споровались но тут произошла катастрофа голуби не несутся они сидят на гнездо гнездо полки голубь в гнезде не сидит не целуется не спаривается в гнезде не гудят споровались они в конце сентября и за это время целовали всего два раз что делать купить у нас белых почтарей очень сложно этих мы три месяца доставили молодой голубь единственный из пескунов всего один голубь получился и три голубки наверное одну пришлось убрать тяжелый случай с оспой неактивный ему уже шесть месяцев не воркует пароваться не хочет ведет себя как голубка вообще неактивный итоги единственные пары яйца пары яиц яиц нести нести вообще не собирается и молодой голубь тоже не собирается паровать условия просто шикарные большая голубятня рациональное кормление не колоты не болеют провода этот правда голубятня предоставляет из себя просто деревянную коробку с большими окнами то есть не утепленные вообще свет включают типа день продолжим категорически запрещается все это неправильно делаешь если внимательно смотрела бы мои ролики я там очень часто говорю не затемнить не засветлить вам этого не надо такая ерунда есть единственные пары павлинов не несутся когда я их поменяла на бакинцев они сидели у бывших хозяина на яйцах я знаю если пару снять и перевезти то они перестают нести это ерунда нету такого здорового пару здоровую пару вы можете взять привезти новые голубят и через неделю они будут нестись если это пара здоровая что мне делать будут будет молодой почтарь пароваться будут нести почтари и павлина ну вопросы задают и павлина кстати голубки хотят идти в пару будут сизом одну скрешивать чтобы хоть какой-то белый пусть даже цветные очень-очень прошу вас ответить спросить ни у кого первый голубь вот за 40 км от меня опыта нет спросить ни у кого пожалуйста ответьте сейчас очень редко кто отвечает вы и Михаил Гаврилов голубь на крыше Казани надеюсь ответите заранее ну Ксения я могу одно сказать что дядя Миша тоже следом за мной призвеляется потому что он тоже троллил тебя но он тоже не знал что ты маленький ребенок ну для нас маленький ребенок дядя Миша уже седьмой десяток у тебя пятнадцать и уже шестьдесят с чем-то значит по поводу того то что там голубей си есть там берете переводите это ерунда это такое вот пока я нахожусь здесь вы слышите гул здоровых голубей все это зависит от состояния вот видите дверь открытая ну как открытая да и вообще сейчас полностью открою чтоб это да как бы это не от тепла зависит это не от тепла зависит сейчас посмотрим но температура я показал да минус там сколько было снег холод не имеет значения здоровая птица будет гудеть то есть причина в том что голуби не несутся не поруются это болячка которая сидит в этих голубях поймите дорогие мои десятилетиями птицу уничтожали и поэтому всем начинающим всем молодым голубятникам я всегда говорил говорю и буду говорить ходите приобрести голубей дарить вам не надо бесплатно не надо покупайте заходите в голубятни в голубятни смотрите состояние полу в каком состоянии находится эта голубятня если вам точно заходить в этом голубятни развернулись ушли ничего не надо говорить просто не скандальте развернулись ушли зашли голубятни полно птенцов полно там яиц голуби гудят голуби варкует голуби летают вот там и вам надо покупать голубей в остальных случаях как бы вам красиво мягко не стелили жестко будет спать понимаете как бы мягко не стелили жестко будет спать запоминайте вот эти слова только с неба с неба с неба и только с неба показали вам голубя в небе вон человек написал больно это здоровый голубь в небе вот с здоровыми голубями и проблем никаких нету ну я сейчас сканирую хоть пару минут это мир умер покажем а то тут долго долго получил да что-то ролик долго получился я но эти они как бы и без меня летали этих сейчас поднимем пусть идут да значит теперь на вопрос а что же делать с теми которые уже есть с голубями да я всегда убираю начинать это да советую начинать с чистого листа вот даже один из последних вот с дагестана Вова в общем когда созвонились он этот я ему говорил о голубей всех остальных в общем птицу получишь и будешь гонять на сегодняшний день человек кайфует в общем из всех голубей по моему около 100 штук у него были голубей он оставил всего две штуки всех остальных убрал и проблем нету понимаете основные гадости это кто писали мне именно вот эти ребята которые вас обманывали дорогие мои именно они которые на такси привозили с почтари на рынок и на такси увозили в общем но зато рассказывали что с Польши прилетают эти голуби с Португалии прилетают там с Японии прилетают на корабле на самолетах в общем то есть вот как бы вот так это кто такой это кто такой это кто такой голубочка да по моему голубочка чинька Эдгарджан это вот от черного пескуна мамаша ну эти они летают кто их с неба еще выше не знаю дорогие мои миром мир голубям неба здравия здравомыслящим ну и еще раз огромное спасибо всем тем кто поддерживает этот канал то есть многие ребята вот как у нас будет день начинаться дорогие мои элементарные как хочешь это да на санях учись и сани таскать есть такая хорошая поговорка то есть хотите добро получать да но и сами помогите этому добру считаете что это зло не добро не надо ничего никто вас не заставляет точно так же никто меня не заставляет снимать каждый божий день ролики тратить свое время нервы и рассказать мне никто этого не заставляет все это я делаю добровольно понимаете ради своего удовольствия ну понимаете вот я рассказывал что отдал тысячи долларов покупал пару дискуссов ради удовольствия сейчас я этого не даю почему потому что этой возможности нету понимаете то есть так это да говорит выбьем за то что наши желания и возможности совпали что-то дикарь пошел опять аж пойдет не знаю да ну как бы вот так дорогие мои как и говорил будут пружинить видите опять пошли скинули вон там отдельно летит жизнь продолжается так что выбирайте выбракуйте занимайтесь и тогда будет все замечательно удачи всем всем